Новый выставочный проект Государственного архива Ульяновской области «Процветание благоустройства города Симбирска» показывает успехи и трудности в деятельности городских властей Симбирска в конце 19-го – начале 20-го столетия. С тех пор прошло больше века, однако опыт городского самоуправления Симбирска по-прежнему интересен. Мы говорим, что городской думе 150 лет. Хотя, если заглянем в историю, то формально возникла она еще при матушке императрице Екатерине в 1788 году. Но та дума была бесправная, и более того, ее руководители, включая городскую его голову, работали на общественных началах. Ни копейки за это не получали. В 1870 году император утвердил городовое положение, по которому в городскую думу избирали на 4 года. Причем плату за свой труд по новому закону получали гласные, по-современному депутаты. Городской глава и городской секретарь. Также более широко были прописаны полномочия. Таким образом, работа в думе стала эффективнее. А уже в 1871 году дума начала свою работу в Симбирске. Чего только не решала городская дума в начале 20-го века. И устройство такси при наличии двух автомобилей в автогараже. И вопрос устройства скорой помощи. Пуск трамвая. Строительство Гончаровского дома на Венце. Но, пожалуй, один из интересных проектов – это создание Симбирского зоосада. Он был рассмотрен городской думой в феврале 1914 года. Инициатором его был врач Сергей Сергеевич Есипов. Уже поступили первые животные. Но начинается Первая мировая война. Городская дума вынуждена отказаться от финансирования этого проекта, поскольку другие проблемы возникают. И животных просто буквально обрекают на смерть. Так и было записано, что сделать из них чучела. Зимой этого года на связь с Госархивом вышел потомок Есипова Павел Котов, который передал фотографию своего предка. И на выставке она представлена впервые. Уникальный экспонат выставки – чертеж здания городского общества от 1887 года. Собственно, дом городской управы. Сейчас в нем располагается музыкальное училище имени Шадриной. Причем в этом здании, помимо того, что находилось руководство города, здесь размещался подчиненный ему городской общественный банк. И здесь же сдавались в аренду помещения самым разным учреждениям, в том числе находящиеся через Карамзинский сквер от них, классической гимназии. И в первый класс Володя Ульянов пошел не в привычное здание гимназии, а вот именно сюда, в 1879 году. Интересен последний дореволюционный план Симбирска 1913 года. На нем город совсем небольшой. Кладбище, сегодня это воскресенский некрополь на Карла Маркса, на тот момент находилось за городской чертой. Но отвечал за него город. Он же получал от некрополя доход в казну. Кладбище возникло в 1874 году и называлось Новое городское. В начале прошлого столетия на его территории опять же по инициативе города стали строить храм Воскресения Христова по проекту Зодчего Федора Левчака. Один из любопытных экспонатов выставки – кусок листового железа с клеймом, на котором изображен единорог. Им был покрыт купол храма. Это железо было доставлено с одного из лучших металлургических заводов России – Лысвинского из Перемской губернии. В XIX веке собственником завода являлся граф Шувалов, который дал предприятию фамильный герб семьи единорога. Кстати, из металла уральского предприятия были изготовлены кровли Собора Парижской Богоматери, Британского парламента и других известных зданий. История древолюционного симбирского городского самоуправления закончилась в 1918 году, когда власть в городе перешла в руки советов. Тем не менее, в том же году, летом, во время захвата города белыми частями, бывшие гласные гордомы, пытаются провести выборы. Они запомнились, как самые грязные в истории Симбирска. Сейчас мы такого не допускаем. А, допустим, князь Александр Николаевич Ухтомский, он аж по четырем спискам сразу выставился. Были и совсем молодые люди, но а типографщик Александр Тимофеевич Токарев, ему было уже 72 года, был самый старый. Кого там только не было. И как они только друг друга не поливали грязью. между собой, хотя вроде бы шли выбираться самые достойные люди. Но выборы эти были совершенно провальными. Они прошли 25 августа 1918 года. На избирательные участки пришло около 10% населения Симбирска. Пусто снаружи, пусто внутри. Обыватель сидел дома. Так писали в газете «Возрождение». Вскоре в город вошла Красная Армия. И городскому самоуправлению в этой старой форме наступил конец. Однако не стоит забывать ни заслуги, ни трудности, с которыми сталкивалось городское самоуправление, и как их решали. Ирина Антонова, Данил Сурков, Новости Управда ТВ.